Добрый вечер! Сегодня я прочитаю вам сказку. Сказку о настоящем мужике и покупке иномарки на вторичном рынке. Для этого мне потребуется немножечко интонационного перевоплощения. Те люди, которые меня никогда не видели, смогут предположить, что вот как я зазвучу, так я и выгляжу. Это спектаклю добавит некоторое количество достоверности. Перехожу к первому лицу, поскольку повествование идет от лица главного героя, русской, не совсем народной сказки. «Со мной такого не может быть. Это же не кто-нибудь. Это именно я. Это и другие ничего не понимают, не разбираются, не соображают. Я все знаю. Я опытный. Я умный. Я прозорливый. Самое главное, я достоин. К тому же богат. Поэтому всех вокруг еще как-то можно обмануть. Но не меня. Я пойду и куплю себе на рынке честную иномарочку с небольшим пробегом за дешево. Мне хватит ее надолго. У меня будет надежная машина на честно заработанные деньги. Это нечестно разбогатевшие, швыряют миллионами и пизжонят на престижных машинах, которых не заслужили. А я заслужил. И денег у меня хоть и меньше, но тоже не лыком шит. Все свои двести тысяч рублей при мне. И на них я найду себе честную машину с нескрученным пробегом свежего года. Безусловно, это будет иномарка. И на ней я, эдаким гоголем, с фасоном, с блеском, проеду по своему двору, и все ахнут. Но с утру и соседу по стоянке, и тому толстому на его нечестном мерседесе. И соседка наконец-то посмотрит не на него, а на меня. Человека во мне увидит. Поэтому я пойду на рынок, найду машину, тщательно проверю ее и припру продавца к стенке. Есть у меня приятель. Он когда-то в милиции работал. Если что, всегда перезвоню. Он за меня горой. Он этого продавца на краю света отыщет и покарает. Но я и сам все могу. Поэтому зажму продавца в углу. Вытрясу правду. Мне-то он точно расскажет. Со мной не шутят. Я не какой-нибудь терпила. Я лучше. Я даже с литра не падаю. И грозно так гляну на него. Пристально осмотрю эти непонятные бумажки с глупыми буквами. Сразу припугну, что если что в них не так, ему не поздоровится, потому что он будет иметь дело со мной. А уж пощады ему не будет. Затем еще испытание устрою. Сам сяду за руль. Заведу мотор. Проеду между другими машинами. Под днище гляну. Подвеску покачаю. Видел, что другие это делают. Пальцем краску ковырнул, чтобы не повадно. И машинка моя будет ухоженная. С непрокоренным салоном. У меня не забалуешь. Это я в чужой машине пиво об магнитолу открывал. А курок о руль гасил. Колбасу прямо на приборке резал. А в других этого не терплю. И моя заслуженная иномарочка. За двести тысяч кровных, хоть и не молодая, но честная, почти без пробега, сервисной книжки, в которой тоже ничего не понять. Но это других можно обмануть, не меня. Я-то по-настоящему крутой. Поэтому меня все боятся. Даже дети не шумят, когда я ночью в песочнице сплю. И продавец испугался. И понял, что дальше хуже будет. А обмануть меня невозможно. Да и куда ему горемычному было деваться? За такие деньжищи-то кто эту машину купит? Если б не я, так бы куковал он с ней. Он деньги взял и убежал. Страшно ему со мной. С таким настоящим мужиком, как я. Ему не тягаться. Жидковат в коленках. А зато теперь я на своей дорогущей иномарочке получу номера и кататься. Меня ГАИ уважает. Знает, что я крутой. Вот и не связывается. Но учет сразу поставят. Номера сами вынесут. Какие еще вклейки в ПТС? Где? Что там перебито? Какой такой вин? Какой еще дубликат ПТС? Какое уголовное дело? А где я этого продавца теперь найду? Что еще за экспертиза? Ну, прям беспредел. Вот это все, на самом деле, сказка только на бумаге. А написано это по совокупности надежд, самообмана, эгоцентризма и заблуждений очень многих людей, которые обращаются ко мне практически в каждом эфире и на вторичном рынке ищут надежность, ищут честную машину. И отправной точкой веры в то, что это непременно с ними произойдет, является собственное я. Понятно, что где-то кого-то обманывают. Понятно, что существуют на рынке машины с очень невнятной биографией. Но каждый человек почему-то считает, что если он в данный конкретный момент времени достиг в решимости своих действий и финансовых возможностей счастливый момент покупки иномарки, то рынок раступится. Вынырнет золотая рыбка и предложит ему тот самый вожделенный автомобиль, который специально для него берегли, специально для него холили и лелеяли. Знаете, такая баночка есть, на ней написано «Холя» и вторая баночка написана «Лелей». Вот совмещение этих двух баночек дает невероятную результативность в деле сохранения автомобиля потомкам, а также следующему при перепродаже. И люди на полном серьезе спрашивают, ну, какая машина надежнее? Какой из окурков, брошенных на асфальт, будет вкуснее в этой самой куче брошенных окурков на асфальт? Никакой. А если его я подберу? Не, ну это все вокруг вот такие вот, а я, вот я сейчас подойду, сейчас вот я возьму окурочек, как затянусь. Вот это будет окурочек, вот у других не то, а вот у меня будет. Вот эта вот слепая вера, она как раз и является главной причиной поражения человека, когда он один на один выходит с незнакомой темой или с темой, которая ему кажется знакомой. Против продавца, являющегося заведомо более профессиональным в деле обмана и впаривания какого-то неликвида, чем разовый покупатель, раз в жизни, первый раз или, может быть, даже уже второй, рискнувший один на один сразиться с профессионалами на их поле. Не будет чуда. И эта вера в то, что потом задним числом удастся что-то отыграть, она является той же самой категорией самообмана. Мы страна, где у каждого есть кому позвонить. Либо иллюзия сопровождает нас по жизни, обнадеживая возможностью какого-то звонка в критической ситуации. У нас есть друг-врач, друг-милиционер, друг-чекист, друг, может быть, судья, друг-слесарь. Раньше в советское время еще был друг-телезионщик, друг-автослесарь и масса других полезных людей, которые могли решить огромное количество вопросов вокруг. Нет этого. Не бывает. Остаешься один на один с бедой. Остаешься один на один с проблемой. И остаешься один на один с результатами самообмана. Поэтому не пытайтесь во взрослом состоянии оказаться в сказочной ситуации чудовищного везения, когда пришел и специально для тебя это случилось. Ничего подобного не будет. Количество честных машин на вторичном рынке, оно стремится к нулю. Они бывают. И есть счастливые люди, которые, может быть, не заметили, может быть, им действительно повезло. Есть те, кто купил, а у машины сохранилось здоровье специально под него, под второго, третьего, четвертого, пятого владельца. И он оказался тоже вполне довольным. И ему тоже хватило вот этого заложенного ресурса, не использованного всеми предшественниками. Но, когда вы выходите на это поле, заранее подготовьтесь к тому, что оно минное поле. Знаете, такая есть русская народная песня? Поле, минное поле. Вот это оно и есть. Это поле вторичного рынка. И пытайтесь разобраться в ситуации до, а не после. Все, сказка кончилась. Сейчас будет «Быль». Нашлось, поумнел и продолжает радовать адекватностью. Он перешел от безупречного алгоритма к безупречному алгоритму и сравнялся с «Мейлом». У обоих по 6 баллов. Ну, в общем, трудненько, конечно, но ехать можно. Есть даже участки вполне себе зеленые. 65, 10, 9, 9 и 6. Сделаем сказку «Быль» и узнаем, что можно было в московские пробки добавить такого надежненького, в том числе со вторичного рынка. Ух! Алексей, здравствуйте! Вы у нас сегодня открываете бал. Здравствуйте, Сергей! Расскажите что-нибудь. Я могу звонить. Еще бы! А мне, знаете, как приятно. Тем более, Алексей у нас самое автомобильное имя. Да, я слушаю вас, ну, в запись, как-то, ну, диск, когда качаюсь с интернета и слушаю. Вот сегодня весь день слушаю, решили вам позвонить. Как вас пробрало-то, Алексей, под вечер, позвоните. Да, мы просто ехали в Северию, вот, коллега, и попали в такую ситуацию, что через Севериметьево перекрыли из какой-то шишки на часа-полтора в Градское шоссе. Мы стояли просто, не двигались. И вас это удивило? Вас с дебютом поздравить? Или вы наконец узнали, в какой стране живете? Да, я тут слышал, тут в центре перекрываются, ну, в центре ездил. А тут попал сам в какую-то ситуацию. Стояли попросить сам. Алексей, у нас, как вы думаете, для чего существует ГАИ в нашей стране? Ну, чтобы перекрывать и помогать проехать. Да, да. Единственная задача ГАИ — это обеспечивать вип-персонам проезд. Собственно, этим занимается и вся полиция, потому что вся наша правоохранительная система, она построена на то, чтобы ни в коем случае не заниматься своими делами, нашими проблемами, а заниматься обслуживанием того заказа, который будет. И ГАИ занимается непосредственно своей работой. Оно перекрывает дорогу. И, кстати, в этот момент резко возрастает безопасность. Да, мы сегодня ярко на своей стране. Да. Вот такой маршрут у меня вопрос следующий. В тему дня вторичный рынок, да? Я все-таки хочу попробовать взять XC90. И там у них какая-то система есть. Я знаю гарантии после того, как они машину 3D продают. Они гарантии на год дают. Гарантии после смерти есть такая? Такая гарантия после смерти. Если вы покупаете у официального дилера, у них практически у всех брендов, и, кстати, Volvo в этом отношении была первой, Volvo первой выделила торговлю поддержанными машинами в отдельное бизнес-явление, в бизнес-направление, занималась тренингами, персоналом и даже обустройством салонов. И вы можете купить по системе трейдингу официального дилера Volvo. Она как-то там называется. Я помню, какой-то там селект это у кого-то еще как-то. У него есть какое-то название такое, чтобы у вас было ощущение, как будто вы не окурок подняли с земли, а это окурок подняли с земли, и его положили в коробочку, которую взяли с соседней помойки, и прыснули туда специальный ядохимикат, идентичный натуральному, с тем, чтобы у вас на 30 секунд была эйфория. Да, конечно, такое есть, и там какие-то виды гарантий. У каждого тоже свои, потому что я знаю, кто-то дает гарантии на год, кто-то на полгода, кто-то с оговорками из серии только на левое колесо, кто-то еще дает на правое колесо, и это нужно по договору всегда очень тщательно смотреть. Понятно. А что сказать Хосе 90-го, бензин или дизель? А без разницы. У того и у другого есть свои преимущества, тем более зависит от года. У Хосе 90-го, поскольку он долгожитель на рынке, и ему уже больше 12 лет, было очень много разных двигателей, разных коробок, разных сочетаний одного с другим, и что-то из этого живет лучше, что-то из этого живет хуже. Под конец прошлого года, в 2013-м, в одном из последних номеров авторевью, был как раз очень хороший обзор по живучести коробок и двигателей Хосе 90-го. Если найдете, там как раз много интересного и хороших подсказок. Но, как это часто бывает, когда глубоко копнешь, выясняется, что все умерли, в живых никого не осталось. Хосе 90-го как раз тоже. Пока не узнаешь подробностей про его техническую сущность, поводов для самообмана и ликования больше. Понятно. Спасибо вам большое. А на чем вы сейчас едете, Алексей? Я у меня сейчас в фонде сервиза 2007-го года автомат 2 литра. Я вот хочу ее жене оставить, а я ее операцию расшую. А что у вас, кстати, за 7 лет с Хонды? Какие у вас были расходы на нее? У меня тут расходники за 20 тысяч рублей. Слышите никаких проблем. Единственное, вот у меня зимой иногда дворники останавливаются в нижнем положении, а в середине бывают, и вверху. Ну, это только зимой точно. Где примерзли, там и остались. Нет, там бы, видимо, на форуму писал что-то с электроникой, либо моторочкой. Скажите, Алексей, а что по коррозионной стойкости кузова? У вас задняя дверь до сих пор еще не заржавела ни разу? Нет, у меня все нормально, единственное, задняя крышка там, где стекло заднее. На общем основании все. Ну, в этой модели такая болезнь. Ну, там болезней гораздо больше, но вы просто, Алексей, очень аккуратный водитель. Вы бережете технику, и поэтому, собственно, она и платит вам тем, что готова перейти в руки жены, ни в коем случае не покидая ваш заботливый дом. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Послушал сегодня, значит, вашу сказочку. Ну, честно говоря, скажем так, в некоторых случаях, может быть, даже во многих, конечно, узнал и себя. Ничего здесь, так сказать, удивительного нет. Грешные мы люди. Верим. Ой, верим. Ой, верим. Мы до сих пор бабы-яги боимся, особенно когда на улице встретим. И в дяде Степа милиционера верим, как в сказку. И переходим на другую сторону улицы. Конечно, в вторичном рынке ведем себя иногда, как дети. Да. Но все-таки, значит, не отказываясь от трезвого расчета, значит, покупая вторичную машину. Таких два случая у меня было только в жизни. Значит, первый это было достаточно давно. Это еще в 86-м году. А сейчас, вот скажем так, второй случай. А что у вас в 86-м году было, кроме перестройки? Кроме перестройки? Да. Как жизнь была. И что произошло? Это вера, светлое будущее. Коммунизм. А, то есть вы хотите сказать, что в 86-м году вы ударили лбом о сказку, которая вдруг внезапно стала былью и вас не обрадовала? Нет, почему? Ну, все было относительно нормально. Были там некие агрессии, это была семерка «Жигулей». Но в связи с тем, что тогда была эпоха всеобъемлющего дефицита, да, ну, значит, конечно, возникали определенные трудности по поиску запчастей. А вы новую купили или подержанную? Год ей был в машине, это было в 86-м году. Ух ты. Ну, Сергей, вы в 86-м году были первым парнем на деревне, потому что на семерочке, да на свеженькой, да по этому городу, по этой стороне, ух, как на вас смотрели-то и аплодировали тихо. Может быть, ну, я, скажем так, на это не особо-то обращаю внимания. Мне главное, что само изделие, сам продукт, чем я пользуюсь и как он мне служит. А мотор какой был у семерки? Родной, это семерка, да, полтора. Один и пять. А коробка, соответственно, четырехступенчатая? Что вы говорите? Коробка четырехступенчатая или пяти? Коробка, конечно, в то время была только четырехступенчатая. Ну, нет, уже прорывалась потихонечку и пятиступка. Нет, в 86-м до пятиступеней мы еще не доросли. Да, в массовой продаже нет. Просто у меня как раз в те же годы... Это пошло несколько поздно. Да-да-да, у меня тоже была семерка, она была в 86-м году. А вопрос? Да-да, говорите, говорите, Сергей. Алло. Алло. Не молчите, не пугайте меня тишиной. А, тут просто немножко связь пропадает. Бывает. Да. Вот. А сейчас у меня вопрос вот какого рода. Значит, я пошел по подобной схеме. Значит, купил автомобиль этой иномаркой на сегодняшний день. Да, достаточно молодой был. Он с пробегом был 4 тысячи. Но это автомобиль, купленный по так называемой в нашей стране, и особенно у официальных киллеров, по серой схеме. Ну-ка, расскажите, это как это? Это он куплен через посредников, делают прокладочки. Автомобиль, привезенный из-за рубежа. Из Кореи? Из Кореи. Понятно. Тогда мне эта схема понятна. И как? И? Ну, скажем так, в ней, значит, обнаружились недостатки, но это грехи завода-изготовителя, а не продавца. Продавец здесь ровным счетом ни в чем не виноват. Да. И вот сейчас, значит, я взялся за, скажем так, за борьбу, оскалил немного зубы и пытаюсь, значит, привлечь официального представителя в России, Кеомоторс Русс. Ну, это, конечно, вряд ли, но попытаться можно. Вот хочу пытаясь. Это не лично для меня, а, значит, скажем так, для последователей, идущих по моему пути. А у вас Киес Орента или кто? С Орента он самый. Ну, понятное дело, да. Самая такая распространенная машина по этой схеме, и там регулярно у кого-то что-то выскакивает. У вас какая форсировка мотора? Сколько лошадей? Форсировку, ну, я недавно сделал, добавил, и где-то у нее в районе 230. А-а-а. Вы еще и чипанули ее. Потому что корейцы тоже иногда на наш рынок приходят уже, будь здоров, какие боевые. А вы ему еще чуть-чуть пришпорили. Да, совершенно верно. Родная, это, конечно, 197. А что именно у него вскрылось? Какие огрехи завода? Вскрылись огрехи завода. Первый огрех, это очень простой, стандартный, судя по всему, это течь стоек. Быстро вскрылись? Вот через 45 тысяч одна стойка умерла напрочь, и стекла последними соками амортизационной жидкости, а, значит, вторая еще осталась живая, но уже плачет вовсю. Естественно, я их поменял. Ну, это нормально. Кстати, когда корейцы делали для нашего рынка с аренды предыдущего поколения, они им очень сильно изменили именно амортизаторы. На внутренний рынок они шли совершенно другие, а под наши условия они их сделали посерьезней. Ну, это соревновательство второго поколения. А второй огрех, он серьезней гораздо. Выяснилась такая вещь, что, значит, соединение в шлицах автоматической коробки и раздаточной, значит, оно изнашивается нехарактерно. Износ кольцевой, что явно указывает на то, что, значит, коробка автоматическая и раздаточная, они установлены с угловым смещением. Да, там, по крайней мере, криво встало что-то, это точно. Вот. И, к сожалению, завод-изготовитель не соизволил туда заложить смазку. Ну, к чему такие мелочи? И что, на каком пробеге у вас выяснилось, что там шлицы разбивает? На 43-м. На 43 тысячи. То есть машина к 45 тысячам заявила уже несколько недугов? Ну, это, скажем так, она сама-то машина ничего не сказала. Это выяснилось по другой причине. Было расслаблено соединение, значит, крепление привода и ступицы, и щелкал немного шрус. После подтяжки в этом узле щелчок исчез. Но пока нашли, значит, вот это вот, значит, снимали раздаточную коробку, и здесь вот это вот хозяйство как раз все скрылось. И что вы будете делать? Вот вы хотите какой-то сатисфакции от представительства? На что вы собираетесь делать акцент в этой борьбе? А акцент принять меры по устранению брака завода-изготовителя. Ну, поскольку машина на наш рынок и не планировалась, а корейцы, может быть, к этому относятся как-то более спокойно, то вы можете столкнуться с полнейшим непониманием, с чего вы вдруг. Но тем не менее, удачи вам. Новость. Наш лось испытал укол алгоритма, послушал Финам-ФМ и поднял московскую пробочность до 7 баллов. И впервые обогнал мейл, у которого 6 баллов. Ай да молодцы! Ой, как интересно! 65, 10, 9, 9 и 6. Вадим, здравствуйте! Алло! Есть тут кто живой? Сергей, алло, никого, почему-то никого. Иван, здравствуйте! Алло! Здравствуйте, Сергей! Рад вас слышать! Продал свой окурок Land Cruiser 100. Ух! Хочу купить очередной окурок, ну, другой чуть-чуть. Хочу купить спринтер, среднюю базу, высокую крышу, 6-цилиндровый дизельный, 3-х литровый. Ух ты! С двумя сдвижками, да. С пробегом, ну, скажем, до 350 тысяч можно из Германии такой найти. Четный пробег. Да-да-да, вот тут вы абсолютно правы, Иван. Вы абсолютно честно готовы к тому, что на этом рынке, тем более, коммерческой машины с маленьким пробегом просто не существует. Да-да-да-да-да. А тем более, вот, я поездил на длинной базе на стринтере, у меня 518-й, и как бы я его очень высоко оцениваю. У себя в семье Vita 638-я. Ух ты! Вот такая комплектация в Вейсфале со столиком, с диваном, все такое велюровое, все приятненькое такое. Красота. Ну, там матрос поганенький 2.2. А вот, а хочу 6-цилиндровый 642-й. Вот. И хочу сделать из него мультивэн. Ну, это как бы для обывателя, чтобы понятно было, что я хочу задумываться сделать. Чтобы красиво и мягко было. Да-да-да, потому что Vita, на самом деле, хоть вы и говорите, что лопатой можно все разогружать, но мне ее мало. Багажника там нету. То есть она, да, так, чуть-чуть на полусогнутых ногах можно походить. Ну, и монитор у меня вести там. Как бы так. В спринтере это побольше места. В спринтере вы еще сможете даже в теннис немножко поиграть. Ну, да. И я еще, да, я хочу еще высокую крышу. Но не совсем надстройка уродская, а вот как скорая помощь, да, две сдвижки боковых, и чтоб 6-цилиндровый мотор был. Ну, красотища такая. Действительно, 6-цилиндров и только один. А вы готовитесь к ипотечному кризису, что когда нас всех выгонят на улицу, у вас будет крыша над головой? Да нет, просто мне нравится эта машина, мне нравится, как она едет. У меня 518-й на сбудке гибербортом, большая машина, ну, на фирме, да. Они у меня прошли под миллион. И причем у меня под наблюдением две машины, да, они потопливаны, ну, немного, но обязательно все с выбасами, все с выбасами, масло там по регламенту, ну, где-то по 10 тысяч меняли до нас. Причем мы тоже окурки брали. И, как выяснилось, у дилеров я пробивал по Вину, реальный пробег был 671 и 450 у другой. Вот. Реальный, зато реальный, да. Да, 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 да. Вот, и причем машинам было два года, первый раз, когда она появилась на дилерском сервисе, да, через полтора месяца после покупки она надолбила 47 тысяч. Нормально? Это мне информацию, я вил, он выдал. Абсолютно нормально, потому что ее для этого и брали. Брали, чтобы на ней заработать, чтобы она сдохла, но обогатила владельца. Да, там, наверное, один китаец ехал, другой спал. Потом менялись по очереди. Охотно верю. Но зато люди действительно ее взяли для работы, и они из нее все соки выжимали, а в ней еще кое-что осталось. Да, но факт то, что мы еще долбили после этого, и мы там возник тоже так прилично, мы не вводим воду на них, но там и по 4 тонны загружаем, и мы, то есть, как бы, особо, ну, пытаемся обслуживать. Иван, Иван, и сравните вот эти вот звонки постоянных людей из серии, я тут на вторичном рынке нашел себе машинку, у нее там до 100 тысяч, и это будет в том числе коммерческая машина, я ее куплю, на ней еще заработаю. Вот вы за это... Да не бывает. Ну, все верно, да. Поэтому, но, опять-таки же, мы брали 6-цилиндровый мотор, и, как бы, я был готов, я принимал решение, и я был готов к тому, что они пройдут, ну, у них, окажется, пробег до полумиллиона. И если 2,2 пройдет полумиллиона, то это уже смерть мотора, а 6-цилиндровый, это ему не страшно, потому что вот на сегодняшний день под миллион, и все хорошо, слава богу, но я все поглядываю в сторону, думаю, может быть, две отдать, одну новую заказать, но там налог вот этот 170 тысяч, то есть я даже созвою водку, перекину, если на новую шасть, мне надо 170 тысяч просто утилитационный сбор отдать. Вы должны кормить государство. Да, там обдираловка, обдираловка, то есть мы купили, вот я купил его, допустим, за миллион, мы надолбили на нем 300, на нем будка крепкая, гидроборд на полторы тонны, а мне сейчас, чтобы собрать новый спринтер такой для работы, мне надо 3,5 миллиона. Я говорю, ребят, у меня машина столько не зарабатывает, что я за нее такой, поэтому приходится пользоваться окурками, вот как вы говорите. Да, но, Иван, вы не забывайте, что любой русский мужик обязан прокормить двух генералов. Мне кажется, скоро это закончится, вот уже не откуда брать. Мы сами вот под отставком последние стоки выжимаем. Да ну что вы, да ну что вы. А что значит, а из чего вы делаете такой вывод? Вот история нашей страны. Вспомните 37-й год? Ну и что, что расстреляли полстраны, и что, это закончилось? Все говорили, этого не может быть, и вообще это должно закончиться. Это закончилось только после того, как сдохла главная сволочь. Все. Ну хорошо, а сейчас, а сейчас другая картина, а сейчас полстраны деградировала. Так это же замечательно, это же цель государства. Ну да, наверное, чтобы нам 25 миллионов осталось, а не 103. Так конечно, ведь давно было известно, не больше четверти, не больше трети населения может прокормить наша экономика, но и то, это излишнее количество людей, потому что для обслуживания трубы и подметания улиц достаточно иметь порядка 25-30 миллионов. Ну вот о чем мы речем. Задача была поставлена, она реализуется блистательно. Вы видели вчера и сегодня по телевизору количество восторгов. Даже леопард и тот не осмелился укусить. Все счастливы? Да его, наверное, чем-то напичкали. Ну, в крайнем случае, он сдохнет после этого. Ну так это же он, он леопард. У нас с вами нет абсолютно никаких оснований надеяться, и тем более в исторической ретроспективе абсолютно никаких намеков на то, что деградация страны ведет, например, к тому, чтобы кто-то изменил курс. Это с какой стати? Вот не с какой? Ну, да, Сергей, ну и все же, вот если вернуться, да, вот у меня ВИТа, грубо говоря, ну маленькая машина, ну мало, ну да, там дети побегают, попрыгают, но все равно, ну что там, ну назад уже ничего не положишь. У ВИТа три базы? У вас какая? Короткая или средняя? У меня 638, древняя, квадратная. Понятно. Потому что, ну, у другого ВИТа, у нынешнего нашего, который вот-вот, кстати, сменят, у него когда длинная база и полный привод в том числе, ну там уже... Ну, это 3,5 ляма с 6-цилиндровым мотором. Да, но, опять-таки, все зависит от того, чего брать, и, собственно, ВИТа от ВИАНа, чем он отличается? Одна и та же машина, только разная степень упаковки, ВИТа в этом отношении попроще. Вот ВИАНа, он будет стоить как раз 3,5. У ВИТа возможны варианты, и он подешевле. А вот, например, когда у меня друг покупал эту машину, поскольку он человек въедливый, то он нашел, что была специальная скидочная программа по одному из банков, там была скидка 9% на покупку любого Мерседеса. ВИЗа Инфинит, она называлась. И он пошел в этот банк, кинул деньги, получил эти 9%, и когда он замахнулся на ценник под 3 миллиона, то с 3 миллионов те самые 9%, это уже были очень хорошие деньги, не валяющиеся на дороге просто ни разу. И вот из этих, что называется, нюансов и противоречий у него сложилась цена, ну, кардинально отличающаяся от того, с чего он стартовал. Ну, и все-таки, вместе с тем, ну, пух с ними с деньгами, но я после 638-го Вита сажусь в свой 518-й с миллионным пробегом спринтер, мне еще тут закладут тонны две, и я на нем себя чувствую как на легковушке, а вот на Вите, вроде бы там она комфортабельная, и телек, там у меня и ВИН стоит на 2,5 терабайт, можно смотреть всякие сериалы. И она, по ощущениям, грузовик, прям грузовик, грузовик косы. А на спринтер сажусь, который реально грузовик, категория С, как на легковой машине, и тормоза, и управляемость, и все, и посадка, и спина не устает, а на этой Вите, ну блин, шарабан какой. И, понимаете, вот спринтер, ну очень, машина просто, ну, мне вот нравится. Тем более, я на грузаке на сотке ездил, у меня сотка с гидром, я, кстати, звонил, до полтора, и он улетел сразу. Конечно, сотка всегда, за любую цену оторвут, с руками еще спасибо скажут. Да, но она у меня прошла 47 тысяч, и люди об этом знали. Я говорю сразу, я себе предупредил, вот я поменял, там такая дипешка, я когда сам посчитал, сколько я в нее ввалил за это время, там порядка, что-то я по 400 тысяч начинал. Я там привода менял, и по гидре что-то делал. Конечно. Да, и она у меня EGR-шная еще, там мотор был завтра, коллектор меня, турбина меня, ну, а передний мост, передний мост не меняли, кстати, своему крузаку? Нет, нет, привода поменял. Ну, да, что вполне логично, что вполне ожидаемо. Вот, но тем не менее, иллюзии как бы, да, мы с ними созвонились, я говорю, вопрос, я честно вот говорю, вот там-то она обозранная, здесь, там, две лбасы у меня стояли с самого начала, ну, то есть, как-то, и вместе с тем, все равно, вот я остановился на спринтере. То есть, у меня были эти, айфоны белые, Qashqai, ну, у меня не Qashqai был, у меня Honda и СРВ, в первом кузе была. Ну, я вот эту вот ерунду, всю эту попробовал, и я когда, люди звонят мне, вам, и задают вопрос, вот какой фильм красный Qashqai купить, да, я же тоже, я иду на перекур, интересно уже слушать, потому что... Иван, вы же должны оправдать свое имя. Вы носитель истин, вы тяготеете к настоящему мужскому железу, потому что сотка крузак, перебранная, спринтер, вот она настоящая жизнь. Тем более, что, если что, через три секунды, любой из ваших автомобилей становится средством производства. Да, я вообще не понимаю, вот народ по этим крузакам чахнет, вот какой смысл впереди себя этот капот таскать? Вот от Vita, она стоит у меня 500 тысяч, ее номинальная стоимость, а курка, как вы говорите, и вот там вот цена, слушай, машина, там машины больше в этой Vita, я не знаю, Multivan, что-то, чем этот крузак, вот он, он тупой, он унылый, он, да, вот я по асфальту езжу, мне как бы, вот это вообще не нужно, вот там много чего ненужного, лишнего за собой таскаешь, при, а задачи одни и те же ставят. Ну, крузак вообще имеет смысл в том случае, если хочется сбежать от цивилизации, да причем подальше и поглубже, а для того, чтобы кататься по городу и нервировать барышням в красных кашкаях с белыми айфонами на светофоре, вот он совершенно не подходит, потому как не пафосный, и ко всему прочему грузовикастый, на нем же еще и не в каждый поворот попадешь, если ошибся на входе, тоже надо уметь. Хотя, ну, не про вас этот разговор, Иван, поскольку вы со спринтером-то одной левой управляетесь, но это к разговору о функционале. А зачем брать такую груду железа, для того, чтобы кататься по городу? Конечно, не нужно. Я понимаю, спринтер, да, на нем можно заработать. Левита, да, большая семья. Мне даже не заработать, а вот я ребенка взял в его радиопроизе, управляемый автомобиль, там, я не знаю, велосипед, я его, я кресло его от Ашана, подкатил, открыл боковую дверь, накидал все по-быстрому, уехал. Велосипед раз туда затолкал, и все. А у меня где-то, с 900-литровым, у меня туля 900-й, бог стоит на крыше, и я и то как-то, ну, не вылазил. Были там, светские, банки, там, все равно место мало, а вот спринтер в самый раз. Ездил с пятью людьми на борту, велосипедом и рюкзаками, без нахлобучки на крышу. Москва, Украина, Москва. Вы знаете, отлично. Вот после этого... А то потом же не будет возможности, гайки же, вв, закрутят, заказчат. Это да. А вы, кстати, предчувствуете, что гайки уже вот-вот под гаечный ключ попадут? Я вот уже это предчувствую, у нас уже и таможенные брокеры говорят, что пустые, порты, и сейчас можно за три копейки привезти любую степенью из Китая. Все же чувствуется, по клиентам чувствуется, по работе чувствуется, по солярке по этой. Ну что нам говорят? Ну вот бакс подорожал, и говорят, нам это выгодно. Да ничего нам не выгодно, у нас внутри страны ничего не производится, все на импорт. Так у нас внутри страны давно ничего не производится. У нас уже перед кризисом 2008 года было понятно, что чем меньше мы производим, тем меньше ущерб мы получаем. Потому что любая попытка производства приводит только к одному и тому же результату. Сырье перевели в ничто, выбросили, и еще на накладных расходах разорились. Ну тут пока есть возможность последней, а то столы придется покупать. Ну, я боюсь, что покупать придется снаряды для танка. Перерыв на новости. Если вдруг кто не знает, 65, 10, 9, 9 и 6. Дмитрий, здравствуйте. Да, добрый вечер. У меня семья разрослась, трое ребятишек разного возраста. Наконец-то! Дмитрий, вы герой. Маме нижайший поклон. Да, маме отдельное, ну, жене отдельное спасибо. Ну, молодец, умничка. Как бы тоже не все девчонки решаются, но все на большую семью. Еще бы. Вот, и, соответственно, ну, в основном-то езжу, конечно, на работу, но там поездки там есть на дачу, потом к родственникам, это может быть и за тысячу километров, и за пятьсот, по нашим замечательным российским дорогам. Вот, и, опять же, исходя из стоимости автомобилей, которые там до себя, ну, полгода назад, слово там пределил, шестьсот тысяч, там, да, ну, условно-то, может быть, до семьсот, но в кредит, соответственно, да. Вот, я так посмотрел, что по салону, что просто мы все нормально поместились, мне вроде как кроме УАЗа Патриота никто и не подходит. Вот, но тут у меня какие-то вот сомнения насчет УАЗа Патриота, и, может быть, есть какие-то другие, такие вот варианты, или нормально, ну, пока нет, он, как считаете? Нет, он вас подведет, потому что УАЗ Патриот сделан в расчете на то, что вы солдат Красной Армии, если вам дан приказ взять Берлин, вы его возьмете голыми руками. Причем в УАЗе Патриоте в нем совмещается вот наше русское умение взять что-нибудь приличное зарубежное, потом вхрячить туда что-нибудь такое совковое, на все на это плюнуть, кувалды отшлифовать и сказать, ну че, Димон, ну так сойдет, а че ты хотел за такие деньги-то в натуре, ну ты бы ляма-3 принес, мы бы тебе бы крузака бы из единого куска чугуна бы отстрогали. И УАЗ Патриот, он содержит большое количество умышленных, инженерных решений, которые в принципе недопустимы. То есть вот то, что на Ульяновском автозаводе считается нормой, в приличном мире ведет к отрыву конечностей, обезглавливанию тушки и предсмертному изъятию диплома за содеянное. А там он считается нормальным. Поэтому, когда, например, срывает кардан, на всем скаку он втыкается в землю, машина летит через крышу, то УАЗ по этому поводу говорит, не, ну а че там, мы понимаем, что там сталь сырая, что вообще из фольги был крепеж. Так там же специально пять болтов было. А че, все пять оборвало? Не, ну это редко бывает, когда все пять. А, три трупа. Ну да, ну что делать? Нет, ну мы это специально сделали, а не по недосмотру. И вот из таких нюансов состоит весь УАЗ. Вы можете, соответственно, занимаясь самообманом и наслаждаясь размером этого автомобиля, размер у него грандиозный, заговаривать себе зубы о том, что наконец-то там корейская раздатка, корейская коробка, масса всего приличного по комплектации. Неа. Эта машина сделана с ненавистью к клиенту, переходящим в презрение к его проблемам. И, естественно, отшлифована реклама из серии «Да у вас настоящая машина в натуре пропрет». Неа. Не надейтесь. Не дай бог вы на ней более семьей далеко поедете, она будет радостно улыбаться вам, а потом тихо и спокойно скажет «Все, а теперь я верхом». За 600 тысяч что взять на рынке? Нового, чтобы туда влезла семья и трое детей? Ну, не нового, может, поддержанного, но там что-то такое разумное все-таки. Потому что то, что я смотрю, там условно это все-таки 700-800 тысяч, что более-менее крупное. Да. И выше по деньгам. Все-таки дороговато для меня. Это для всех дороговато. И мы поставлены с вами в эту умышленную ситуацию, когда все, что не возьмись, почему-то начинается с миллиона, с полутора, с двух. И на вторичном рынке, на вторичном рынке больших универсалов мало. Но есть Vectra C, караван, есть Superb любой. Места хватит. Причем, если Superb какой-нибудь будет, комби, но их мало, и на них, в общем, цена тоже, нельзя сказать, что она очень ласковая. Либо вы можете попробовать себя, немножечко поднатужившись по ценнику, ощутить на три секунды соискателем на должность владельца Санг Йонг Ставик. Это такой ящик здоровый, переделанный из пазика при помощи болгарки. Он многоместный, он задний, либо полноприводный, и он, ну, в общем, последний, кто еще с намеком на некую корейскую цену. Хотя, конечно, он тоже гад и тоже стоит миллион. А Санг Йонг Крэкшн? Как он? Если не... Он подороже, он 800, там уже вроде тысяча идет сейчас. Он очень хороший, у него хорошие моторы, всегда 149 лошадиных сил, вне зависимости от того, сколько там лошадиных сил. У него, наконец-то, нормальная прошивка по коробке передач, много всякого любопытного, и если не заглядывать в официальный сервис, то да. Потому что официальный сервис, у него ценник от Роллс-Ройса. Сразу. Ну, чтобы вы просто умерли там же при входе, посмотрев на все на это. Акцион нормальный, но если вы говорите о том, что трое детей, семья, какое-то количество скарба и присматривались к акциону, то значит, что вы поместитесь и в Деуматис, и тогда у вас ограничений нету никаких. Ну, просто мы сейчас привыкли ездить на Вено-Символ все вместе, да, а она, ну, считайте, как девяточка. Да. Вот, притом по российским дорогам замечаний я бы не сказал, что, ну, так, нормально, но просто тесно. Конечно, она сделана для этого. Машину же сделали турки для турок. Как раз для турецких дорог, турецкой провинции, где асфальт, мягко говоря, последние 25 веков не всегда наблюдается. И символом как раз... Да, это Турская область, продолжение Турции. Ну, да, по климату не совпало, по многим параметрам вполне. Зарежут точно так же, если что. Но, значит, у вас есть машина, в которую вы не очень помещаетесь, но вы не претендуете сразу на пятикомнатную квартиру отдельную с полным приводом, соответственно, весь рынок вашим услугам. За 700 тысяч? Во что можно влезть за 700 тысяч? За 700 тысяч можно влезть в любую машину. Либо за 800. Либо пойти поискать себе Октавию. Пусть даже 1,2 на ручке. Она будет здоровая. Телега. Туда много чего поместится. Ну, хорошо. Спасибо. Ай, приятные хлопоты. Владимир. Алло. Здравствуйте. Я в эфире? Да, все. Вот теперь-то вы в эфире. Вот теперь уже все. Отступать некуда. Очень рад, что дозвонился. Второй раз вот уже. Хотел теперь спросить про Skoda Yeti. Так. Смотрю в каталог новый Skoda Yeti на ручной коробке передач только 1,2 двигатель. Да. 1,4. Вот 7-ступенчатую DSG вы хвалите, а 6-ти не хвалите. Правильно? Нет. Я теперь обладаю суммой знаний, которые позволяют мне утверждать, что DSG-7 брать нельзя вообще никогда. А DSG-6 только сильно помолившись. И если вы, например, язычник, что в данном случае лучше, чем христианин, то если вы, например, Ярилу еще смазали чем-нибудь добротным. Потому что христианство, оно все-таки жертвоприношение не подразумевает, а язычество очень даже. Тогда можно рискнуть DSG-6. А когда выйдет? Вы не в курсе? Потому что вот ничего не пишут. Когда выйдет с новой мордой? Да, с новой мордой. Потому что старая совсем не нравилась. Да вот уже сейчас она, ее уже сделали. Сейчас ведь нужно научить все это собирать на Гориковском автозаводе. Там же знаменитое русское качество. И вот вам как раз эту новую улыбочку по всей лицевой части черепа и размажут аккуратненько. Все понятно. Наши русские сборки... Не ожидал, я... Вы надеялись на что? Я... Извиняйся. Я надеялся, что может быть в Калуге. Ну, тогда ставить вообще. Не, что вы. Калуга — это люкс. Калуга — это для престижных машин. А так вот, чтобы вот для русского мужика на получи нижегородскую сборочку. Там, кстати, качество. Ну, что вы. Там как раз оно и есть. Там много чего творится. Вы же помните. Там традиции пролетариата. Ведь туда же не случайно пришли Шкода, вернее, Вольксваген. Он пришел, потому что в Википедии написано, что там очень сильны пролетарские традиции. Они оценили. Вот получился результат. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Говорите. Да, вот хочу вам рассказать как раз вот там про курки. И вот человек звонил, хотел Вольво купить. У нас соседи, автосервис. И мы к ним так ремонтируемся, ходим иногда. Значит, купил человек, Вольвешник, вот как раз тоже джип вот этот вот, X-90, наверное. Да. Бензиновый мотор проездил меньше месяца. Мотор сдох. Значит, мотор ему контрактный купили, поменяли. Говорит, стоило, я не помню, тысяч пятьдесят или шестьдесят. Вот. И он пытался судиться. Это автоцентр Москва, там даже рамки. И у нас люди увидели, говорят, да ты чё, там в Москве, говорит, ни в коем случае нельзя покупать, так сказать, развели парня, страшно. А он ещё сам, видимо, с Белгорода, потому что номера такие, тридцать один, что ли, у него. Бедный. Вот. Так что да, я посмотрел, ну, от виду машина шикарно выглядит. Причём, он поехал в сервис, ему там АБС, ещё какие-то блоки, там ремонт только этих блоков на 80 тысяч насчитали. Как человек покупал, как он там смотрел её, просто чудеса. Всё очень просто. АТЦ Москва, он шикарно помадит машины, там любая натертая, блестящая. Я не слышал ни от кого из клеветников, чтобы на АТЦ Москва был честный пробег. Он скручивается там всегда. На любой машине. Да. И человек пришёл к себе и заставил поверить в сказку. Всё. Я ещё помню, 10 лет назад мы видели Subaru Impreza, там что-то 2.5 Turbo, и она стоит новая, такая блестит. Я своим приятелем говорю, смотри, ты же хотел Subaru, вот. Мы смотрим вниз, там на радиаторе прямо фломастером написано Subaru Impreza RX. Слушай, Менин и радиатор. Они там, уже видно, продают её нам уже, ребята, ребята, подходите мне лучше с 15, я вам всё про машину расскажу. Это было 10 лет назад. Рассказал? Или всё 10 лет молчит? Не-не-не, мы ушли, ну что это самое, так сказать, что, так сказать, расстраиваться и время терять. А так спасибо вам за передачу, мы тут, так сказать, с коллегами на работе вас слушаем, обсуждаем, нам очень нравится. Спасибо. Добрые вы люди. Вот что я могу сказать. Иван, здравствуйте. 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 Я бы хотел рассказать как раз вот по теме передачи. Давайте. Я месяц назад приобрёл автомобиль на вторичном рынке, это Mercedes E-класса в 210-м кузове, со 113-м мотором 98-го года пробегом в 400 тысяч. Похоже на правду, да, вполне может быть, что и 400 тысяч. Думаю, что да, страна ввоза Германия, я седьмой владелец в России, она с 2001-го года в России. И я просто что хотел сказать, что машину я искал полтора месяца, но такие я её нашёл, вот месяц езжу, в ней тепло, она заводится. Есть, конечно, к чему там приложить руки по внешности, но в принципе технически машина исправна. Машина проверялась до постановки на учёт в клубном сервисе мерседесском, который был найден через интернет. И на учёт машина стала также без проблем. Ну, что приятно. Поэтому я просто хотел сказать, что ищите, добрящите, я понимаю ваше отношение к глушным автомобилям, но тем не менее вот в бюджете за 300 тысяч, на мой взгляд, это был самый идеальный вариант машины, я в итоге взял за 290. Замечательно. За 290 мерседес, Иван, ягодка опять, это очень правильно. Единственное, что вот, поскольку вы седьмой владелец и машина не сразу к нам пришла, то, когда она переходила из рук первого ко второму, ей скрутили спидометр раз, от второго к третьему ей скрутили спидометр два, а потом уже она накатала те самые, которые в сумме дали 400 тысяч. То есть реально у нее где-нибудь там, ну, не больше, чем 700, но живучая какая. И за 290 тысяч мерседес, Ешка, почему бы не наслаждаться? Вы купили машину по цене, о которой не все жигулисты мечтают. То есть кто-то за эти деньги пытается купить себе настоящую, крутую, колену, а вы купили мерседес. И вы очень сильно выиграли, потому что вы заведомо, подозревая, что тут могут быть трудности, купили машину, у которой эталонная эргономика, у которой замечательный мотор, над которой думали лучшие инженеры Европы. И все, и она бегает. Мы не знаем, сколько она пробежит, но вы в любом случае уже выиграли. Все, до завтра. Сказки кончились. Продолжение следует...